В Курганской области сегодня насчитывается порядка 900 образовательных организаций. Это учреждения дошкольного, школьного и дополнительного образования. Здесь трудятся около 16 тысяч педагогических работников. Из них пятая часть – молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Если говорить о том, как у нас ежегодно приходят молодые специалисты, то мы считаем, что в последние три года у нас уже есть тенденция к увеличению. В этом году у нас в образовательную организацию Курганской области пришло 305 молодых специалистов. Алина Сергеевна, вы молодой специалист. В этом году в школу пришли первый год, правильно? Ну, расскажите нам, пожалуйста, как вас здесь встретили, ну, в целом, как вот атмосфера? Коллектив 47-й школы большой, дружный. И встретили нас, конечно, с открытой душой и с большой радостью. Алина Шадрина преподает иностранный язык во втором классе. Мы начинаем с АЗОВ. Как тебя зовут, сколько лет, и алфавит, и так далее. I'm fine, thanks. How are you today? I'm fine, thanks. How are you today, Pasha? I'm fine. I'm fine, please. Работу свою девушка очень любит. Что привело ее в эту сферу? Возможно, это призвание и любовь к языку, любовь к детям. И на сегодняшний день профессия учителя востребована. Как говорят в ведомстве, сейчас большие усилия направлены на то, чтобы вновь пришедшие педагоги закрепились на местах. Из областного бюджета выделяются подъемные пособия. Для молодых специалистов, которые работают в сельской местности, это 100 тысяч рублей из средств областного бюджета. Также у нас есть поддержки на муниципальном уровне. Мы просим всех руководителей районов и городских округов, чтобы был создан так называемый социальный пакет молодого специалиста. Он состоит из мер стимулирования финансового. Город Курган для своих молодых специалистов оплачивает 50 тысяч рублей. Город Шадринс – 30 тысяч рублей. Также мы рекомендуем всем руководителям образовательных организаций и определять стимулирующие выплаты молодым специалистам. Управление образования тесно сотрудничает с региональной федерацией профсоюзов. Ежегодно совместными усилиями они проводят акцию «Как живешь, молодой учитель». Она направлена на то, чтобы разобраться, с какими проблемами сталкиваются педагоги, что их волнует. Конечно же, самое главное для начинающего учителя – это моральная составляющая. Новый коллектив, новые требования, новая жизнь. Со всем этим нужно как-то справляться. Каждому молодому специалисту выделяются подъемные. И еще у нас за каждым молодым специалистом закреплен учитель, опытный педагог, к которому можно обратиться с каким-нибудь вопросом, который, конечно же, поможет, советом и поделится своим опытом. Уже третий год подводится рейтинг лучших школ Российской Федерации. И нам очень приятно, что всегда в этом рейтинге есть наши образовательные организации. Учащиеся не просто обучаются, но и достигают значимых результатов учебных достижений. Они являются победителями Олимпиад, всевозможных международных конкурсов. Гимназия номер 47 города Кургана занимает первые строчки этого рейтинга. Именно поэтому в канун Дня Учителя мы отправились именно туда. У учебного учреждения три корпуса. Здесь получают знания более 1800 девчонок и мальчишек. Что в школе тебе нравится? Друзья английские и физкультуры. Мы бегаем, а на английском, потому что весело тоже на английском. Ребята с удовольствием поздравили своих учителей на камеру. Желаю здоровья и чтобы они хорошо себя чувствовали. Чтобы все время тетерки были и хорошо вели себя на уровне. Здесь не просто зубрят правила и повторяют формулы. В каждом кабинете своя маленькая жизнь. Молодые педагоги играют в мяч со своими учениками, а те, что постарше и опытнее, готовят постановки по мотивам произведений русской классики. У меня нынче 10 классы, параллель 10 классов. И мы очень активно готовимся к нашему празднику, который называется «Магия 47». Праздник этот посвящен 47-й годовщине 47-й гимназии. Поэтому он очень для нас символичен. Мы готовим несколько мероприятий, в том числе и постановку по Островскому «Гроза». Репетиция сейчас идет в соседнем кабинете. А ведь ты, Катя, Тихона не любишь. Нет, как же не любить? Мне жалко его очень. Нет, не любишь. Коль жалко, так не любишь. Да и нету, что надо правду сказать. И напрасно ты от меня скрываешься. Давно я заметила, что ты любишь другого человека. Чего? Как ты смешно говоришь, что я маленькая, что ли? Вот тебе первая примета. Как ты его увидишь, все в лице переменишься. Ну и кого? А зачем называть? Ты ведь и так знаешь. Кто? По имени назови. У меня есть театральный кружок. То есть помимо еще школьных уроков, безусловно, веду активный образ жизни. И на каток мы ездим с детьми, занимаемся спортом и ходили в бассейн. В общем, жизнь благотворная у нас протекает. Татьяна Кровец преподает в начальных классах. Педагогический стаж более 20 лет. Вторая профессия – учитель музыки. Она знает, как и чем заинтересовать детей. Педагогика – это достаточно серьезная отерсль. И вообще профессия педагога очень важная, нужная, но очень сложная, особенно в современное время. Я деток учила с самого младшего детства, с первого класса. Приглашала своих подруг в гости. Учила их не только читать, писать, но еще и петь. Совершенно верно, ребята. То есть не у нас это существительное, правильно? А указательное местоимение – что-то, которое вместо имени существительного определяется. Понятно? Самое интересное в работе – это возможность проявить себя, показать, на что ты способен. Научить этим умениям маленьких деток, развивать их и делать их более успешными, талантливыми, видеть в каждом ребенке искорку и раскрывать ее. Жизнь бьет ключом, она очень активна, и в связи с этим, конечно же, работа достигает всегда каких-то высот, каких-то результатов. И всегда учителя подвергают на эти высоты, чтобы достичь их, конечно же, благодаря только детям. Уважаемые педагоги, уважаемые коллеги, в этом году День Учителя празднуется в Российской Федерации 50-й раз. Это очень любимый всеми праздник, и от имени Главного управления образования я хочу вас поздравить с этим профессиональным нашим днем, пожелать дальнейших творческих успехов, чтобы у нас все получалось, а вам, конечно же, здоровья, благополучия и всего того доброго, чего вы достойны. Интернет-телеканал «Заурал онлайн» присоединяется к поздравлениям, желает счастья, профессиональных успехов, гармонии и послушных учеников. Екатерина Черепанова, Денис Иванов. Программа «Вечерком» специально для педагогов Курганской области. Продолжение следует...